Добрый день! Огромное счастье быть на территории счастья. За короткое время Константин сумел систематизировать мои знания, убрать лишнее, вычленить главное. Спасибо ему и всем, кто принимал участие в создании и процветании этого клуба. Что такое территория счастья для меня? Для себя я открыл это пространство как некую форму общения, где давно возникшие какие-то вопросы не имели должного разрешения. И как в одной из бесед мы говорили, что ключик может быть вставлен в склажину, но не проворачивается. Так вот для меня это то общение, то осознание того, как коммуникация, это один из основных наших человеческих расследов, когда мы можем проявиться, когда эта коммуникация с обществом, с близкими становится понятливее, становится более творческой и когда ты себя идентифицируешь как сознательную личность. Поэтому для меня, как имеющего персонально-спортивный опыт, территория счастья это как второе дыхание в спорте. Когда ты сталкиваешься с какой-то жизненной ситуацией, каким-то вопросом, в какое-то время не можешь на него найти ответ. Но здесь Константин способен поставить этот вопрос под таким углом, когда хочется по-другому взглянуть на ту или иную ситуацию. Начиная от простых бытовых ситуаций коммуникаций и заканчивая какими-то глобальными процессами в психике человека. Поэтому для меня это осознание новых принципов, новых понятий. Потому что если у нас нет понятий, то мне нужно опираться в нашей жизни. И здесь появляются точки опоры, точки опоры личности, которые позволяют двигаться в том направлении, которое ты себе задаешь, к той цели, которую я себе ставлю. Вот этим мне очень симпатично это присутствие в клубе, коммуникация с участниками, с Константином. И когда новые понятия, как я говорил, начинают по-другому проявлять себя, по-другому вопросы, кажущиеся когда-то непонятными и застрявшими, начинают решаться. Являются какие-то новые грани ответов. И это при что доставляет радость и понимание того, где ты находишься. Удачи всем. Вот здесь мы уже начали говорить о том, что лучшей защитой и лучшим способом коммуникации всегда является нахождение собственных границ. И здесь, наверное, нам еще раз стоит пояснить терминологию, потому что, когда мы говорим о границах, мы чаще всего путаем два понятия. Территорию свою и свои возможности на этой территории. Мы путаем зону обязанностей, зону прав, зону возможностей это делать или там отказаться, значимость, размер фигуры и интерес, внимание другого человека. Мы не можем эти вещи иногда оперативно отслеживать. Мы можем ретроспективно на это посмотреть, мы можем с помощью человека со стороны посмотреть. А когда мы находимся в системе, чаще всего мы эти моменты путаем. Если человек не хочет, заставить его невозможно. То есть вот такая первая установочная позиция должна быть. Заставлять или там как бы вы его не мотивировали, если человек не захочет сам, изменения практически невозможны. Даже если он раб в позиции, он, конечно, подчинится технически, но вряд ли он захочет это делать по собственной воле. И как только контроль или давление ваше исчезнет, он перестанет это делать по собственной воле. Это важно понимать. Поэтому если человек бестействует, у него для этого есть причины. Иногда бывает так, что в силу нарушенных психологических установок он может путать такие базовые фундаментальные вещи. То есть, конечно же, где-то можно попасться в желание быстрого удовольствия, быстрых заработков. И, конечно же, в большинстве дети или подростки могут попасться, не осознавая всю силу влияния социальных ограничений, могут попытаться быстро урвать какой-то заработок, кушать или еще что-то значимое. Но если это речь идет уже о взрослом человеке, то, конечно же, важно ему показать, что есть… Показать неправильно, наверное, все-таки слово. Показать мы не всегда это можем. Но транслировать и через собственный опыт, в том числе через собственное действие, если это человек-то назначен, увидеть, где он попался в ловушку желания получить результат очень быстро и халявно, не прикладывая собственных действий. Если результат связан с собственными действиями, то, скорее всего, он идет правильным путем. Он может в действии где-то ошибаться, это может быть дольше по времени занимать, но он не деструктивен в плане психологическом. А если он хочет быстро, вот сейчас я полежу, придумаю гениальный план и начну получать какой-то доход, сверхдоход, то, скорее всего, он попался вот в эту ловушку, и здесь жадность включается. То есть мы видим, что у других есть, мы хотим получить это быстро. И вот этот момент важно показывать. Невозможно человека заставить, но показать ему, что его результат зависит от его действий, это единственный способ реально в этой жизни стоять на своих ногах. И только это, как я лично вижу, только это мы можем ему транслировать. И вот в этих действиях наши возможности есть, что мы можем его расширять. Ну, то есть такое социальное одобрение, подкрепление, как и внушение через гипноз, как и дополнительное замечание, как и помощь какая-то опосредованная в этом движении. Вот все, что мы можем сделать, это поддержку, чтобы он знал, чтобы нам не всегда сама поддержка нужна, сколько знаний, что нас поддержит. Всем привет! Мне нравится наш клуб «Территория счастья» тем, что здесь собрались думающие, интересные люди во главе с Константином, который нас направляет. И мы имеем возможность обсуждать каждодневные обычные или необычные вещи, идеи с таких разных ракурсов, с которых мы бы, может быть, никогда на них не посмотрели. И уже благодаря этому появляется вдохновение менять что-то на практике в своей жизни и становиться более гармоничной, счастливой, эффективной, полезной для своих близких, для других людей, испытывать уже от этого удовольствие. Плюс в клубе есть счастливые случаи, когда любой желающий может попасть в терапию лично Константину, что уже является большой удачей, и попробовать решить свой вопрос по здоровью. Всех приглашаю присоединиться к нам. У большинства людей, кто конфликтует с миром, есть вот эта связка, эта ассоциация. Слова обо мне являются словами про меня. Ну, то есть слова, вернее, в мой адрес являются словами про меня. И это же абсолютно не так. Если это какие-то рабочие моменты, то вас будут ругать те моменты, когда вы нарушили планы другого человека. Если это личные отношения, вас будут ругать или проявлять агрессию, когда вы нарушили личное пространство другого человека. И здесь очень важно увидеть, что если в вашу сторону летят какие-то обвинения, если они по работе, то да, вы, вероятно, нарушили какие-то планы человека, и можно, ну, если это необходимо, удерживать эту коммуникацию, то предложить какую-то компенсацию. Если это личные отношения, то, конечно же, можно просто дать человеку вдохнуть, дать человеку пространство чуть-чуть, увеличить дистанцию, самому сделать шаг назад для того, чтобы он вдохнул. Структура очень простая. Если вы полезный человеку, вас хвалят. Если вы вредите человеку, нарушаете его планы, вас ругают. Если с вами нет коммуникации, вы бесполезны или неинтересны, то вас не замечают, с вами не разговаривают, и, ну, нет-нет коммуникации, там нет оценки ни хорошей, ни плохой. Поэтому, если вас ругают, вы нарушаете какие-то планы другого человека. И в зависимости от того, насколько это важно, могут быть ваши действия определены. Поэтому обращайте внимание вот на обратную связь. Для меня клуб «Территория счастья» от Стены Кахорина прям огромная любовь, прощедрость, доброту, счастье. Я в клубе чуть больше года, и у меня произошло очень много положительных изменений. Пришла я в клуб, конечно, полной растерянности. И за это время я мог чем-то сказать. Спасибо большое. Каждый день, каждый эфир, конечно, это невероятные темы. Они всегда за живой. И они всегда про нас, про нашу силу, про то, как быть творцом своей реальности. И это великолепно. Спасибо. Для меня «Территория счастья» — это уникальная возможность говорить на очень глубокие, фундаментальные темы. Но вместе с тем на личных примерах, личных историях, с возможностью поделиться чем-то сокровенным. И всё это не оторвано от бытового контекста. Можно всё это применить в жизни. И после каждого эфира в клубе «Территория счастья», после каждого эфира Константина, я праздную свой маленький День Победы. День Победы над своей невежественностью. И после этого можно сразу начинать действовать. Я действую. Я остаюсь в границах. Я осознаю, что мне выгодно оставаться в границах. Я становлюсь уместной. Я наращиваю свою личную силу таким образом. Благодарю Константину за это пространство. Благодарю всех участников за наше пространство. Я говорю, День. Да, это очередная точка, с которой мы начинаем новый этап нашей жизни. Мы вновь подводим черту под прошлым. Для того, чтобы обратить всё своё внимание, всю свою энергию на движение вперёд. Я говорю, ДВА. В ДВА раза больше, чем один. В ДВА раза эффективнее этот процесс происходит внутри вас. Я говорю, ДВА. Чувствуете себя комфортно и безопасно в точке или на платформе, со словом «достаточно», когда ваши потребности располагаются внутри ваших возможностей и нет никаких ограничений, чтобы ваши возможности росли теми темпами, которые гармоничны для вас. Я говорю, ЧЕТЫРЕ. Ваши внутренние изменения становятся вашими. Позволяете им проявиться во внешнем мире с этого момента без ограничения времени. Я говорю, ПЯТЬ. Делаете вдох, на выдохе открываете глаза, полностью возвращаетесь, полностью. Со всеми изменениями. Со всеми. Да. Кто-то уже будет засыпать, отдыхать, кто-то будет совершать еще какие-то активные действия, но опора, о которой мы говорили, будет становиться прочнее, устойчивее и эффективнее в вашей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!